Субтитры создавал DimaTorzok Могут быть какие-то, висят, белье какое-то сохнет. Обязательно чуть-чуть выдвинем и покажем эту гармошку заслоненностей. Там у нас синечка продолжает жить, синечка, голубизна, теневой. Небо очень белое, вогнать белизну, вытереть тряпкой, вытереть кисть и загнать белизну вот этой струей, заходящей туда. Легкие бирюзилки, вот она уходящая, уходящая вот эта щель. Потом ты возьмешь большой мастихин и поставишь первые внятные световые. То есть тот свитечек, который здесь вот на полу, он у тебя с розовиночкой, красный кадмий, зайдет вот этой лежачкой. Лежачим. Лежачим зайдет туда. Лежачим, лежачим. И у нас появится свет и тень. Причем, здесь, как ты видишь, тень, он почти в зените свет. И тень лежит почти под самым домом. Нам это не выгодно. Нам это не выгодно. Нам выгодно, чтобы в эту тень ступенями, уходящими вдаль, ступенями, уходящими вдаль, все мельче, все мельче ступенями, залегло. Как и плоскости такие, да? Вот эти ступени, уходящие вдаль. Вот они нужны нам. Итак, у нас здесь пошире-пошире белизна эта. И вот она, уходящая перспектива. Причем, там свет не поднимается на вот эти дома. Не поднимается. Сделаем вид, что поднимается. Сделаем вид, что свет упал на площадку лежачую и начал свой путь на площадку торчачью. То есть, этот светичек чуть-чуть загнулся наверх. То есть, это уже наша творческая с собой будет задача. Художник, если бы стоял на пленере, он бы дождался времени, когда свет сделает вот этот угол, который расскажет об архитектуре. Ты поняла? То есть, там этого нет, там тень под самую кромку и здесь почти под самую кромку. Он здесь увеличил, здесь сделал этот угол. И у него появилась внятность. Ну, а дальше начинаем насыщать все эти вещи. Начинаем насыщать. Давай. Всеми пятнами, поперечислишь. Всеми пятнами. Ясно. Потому что так ты будешь очень долго. Там действительно синенько. Но мы должны показать, что это яркий солнечный свет. Обязательно должны показать. Мы должны показать яркий солнечный свет и здесь. То есть, вот эта вот струя света, смотри, которая заходит туда. Вот правильно. Зачистить территорию и закидать сюда плотно. Свет любит плотную краску. Вот эти места обязательно расштриховать до мутного, до неконструктивного. То есть, это мглистая темнота. Мглистая. Показать ее мглистость. Причем, как здесь показать, смотри, здесь хороший уход. Он уходит аж отсюда. То есть, наврала. То есть, он большую высоту имеет. Нам потом нечем будет наполнить это пространство. Мы не видим, что там. И поэтому не должно быть этого. Ну и краснота должна выйти аж отсюда. Посмотри. Вот все это обязательно указать. Ну, единственное, что вот хорошо ты придумала, что здесь можно продлить свет. И чуть-чуть показать вот такой характер архитектуры. То есть, повыше поднять вот здесь. Вот здесь можно. Как раз у нас здесь, возможно, сядут человечки за стол. Официант будет стоять, рассуждать. И уже сюжетная линия. То есть, вот эту темноту сюда поднять эти окна больше. Да, да. И все, пожалуйста, расштриховывать. Набрала кистью, расштриховала, расштриховала. Хорошо? Да. Идею, множество там вдали. Вот этого множества. Полосатого. Субтитры сделал DimaTorzok Без того, что ты наберешь общее представление о пятне, ни в коем случае нельзя так поочередно перечислять пятна. Тебе нужно создать общее впечатление о пятне. Субтитры сделал DimaTorzok Белый пищеварный Диана Вот эти рефлексы. Свет, который упал, он дал рефлексы на эти плоскости, и они аж оранжевят. Белинца плюс красница получим цвет света. И цветом света... Сейчас еще немножко красим. Сейчас. Ну, там розовое. Плотно. Свет любит плотность краски. Сразу об этом стоит знать, помнить. Что светлые партии любят густоту краски. Наоборот, теневые не любят. Вот мы получили звучание светлого пятна в картине. Ты видишь, что он хорошо сел? Вот мы дополучаем звучание светлого и здесь, уходящие в перспективу. Падающая тень, а это падающая тень, должна быть немножко как очерченная. Мы с тобой уже решили, что здесь будет, пусть не на ту высоту, которую я показал, Ну, на некоторую высоту поднимутся светлости на стены дома. На стены домов, дома. Это даст внятный уход. Вот этих ступеней, здесь ступени ухода, и здесь ступени ухода. Смотри, мы расставили все плоскости внятно, да? У нас нет теперь сомнительных контактов. А так ты по одному пятну будешь перечислять и потеряешься там. Так бы это делал я. Оно, да? Угу. Мне вот очень понравилось, вот эти стыканые. Угу. То есть по-прежнему продолжаю идею перечисления общее состояние. Никакой конструкции не раздаю, как ты видишь. Потому что если сейчас начать раздавать конструкции, то мы попадаем на очень долгую историю. Рефлексы света. Не свет, а рефлексы от отражателей. Общая история пятна. Общее представление о пятне. Да, смело. То есть этим выступом тоже достался свет. Играем, как будто бы и тут свет немножко достался. Так играем. Хотя там его нет, но играем, что достался. Прикольно? Да. Ну, конечно, прикольно. Значит, здесь чередуешь разбел розового и красный кадмий. Выдавишь себе и того, и другого вдоволь. И розовый чуть-чуть разбеливай. Вот разбел розового и кадмий красный, перемешиваясь, не доперемешиваясь, создают очень красивое гуляние. Вот. Ну и хорошо бы вот этих человенников тоже чуть-чуть обозначить. Прикольно? Ну, я их не вырисовывал. Да. А как звучат? Бонаручно. Ну, давай. Хорошо, спасибо. Можно тогда действительно всю эту архитектурку обозначить. Да, чуть-чуть. Только ты почему-то сюда ее потащила, а она-то туда. Да. Потолочек туда. Вот этих ребят можно пообозначивать. Вполне можно всю эту историку там пополнить. Попрорисовывать чуть-чуть. Единственное, чего там не должно быть, это густой краски. Теневые любят вот такие расштриховки. Пустоватость любят. Бескрасочность слоя. Вот такое состояние просто. Хорошо? Значит, рыженький туда. Нагонишь как раз тепленькость внутреннего помещения. Холодность. Да, вот когда мы смотрим в окно, мы все видим холодным. Холодным, белым, седым. Вот у нас белый, седой, холодный. А здесь все тепленько. Все в помещении. Какие-то окошечки там обозначить. Чуть-чуть. Ой, не окошечки, а фонарики. Прямо уходящий ритм обозначить. Даже где-то прибавить. Где их и нет. Логично? То есть, что мы выделим из этого всего? Конечно, вот эти картины, которые там висят, обозначим. Теплоту цвета обозначим. Простенок худосочный. У этих домов должен быть простенок помощнее. Ты согласна? Тогда они сразу кажутся старинными. А так это какие-то временные строения могли бы быть только. Так, розовенький. Вот такая должна быть отделенность. Вот этот холодочек розового задействовать. Плотно, плотно. Не полуплотно, а плотно. Так, накидаешь, накидаешь. В дальнем пространстве очень много бирюзовеньких геометрических проявлений этих окон. Бирюзовеньких, чуть-чуть синюшечкой. С синюшечкой. То есть там вообще одна сплошная геометрия. Может быть на палитре чуть-чуть порядок создать, потому что прислониться толком некуда. Идею уходящих в перспективу простеночков чуть-чуть подбросить. Между окон, вот эти вот простеночки, чуть-чуть их обозначить. Чуть-чуть. Логично? Чтобы появились линии, уходящие в перспективу. То есть линии, которые внятно показывают уход в перспективу. Прикольно. Вот эти вот края домов, уходящие вот по такой активной траектории, довольно удобно изображать. Я ничего толком не нарисовал, но понятно, что это балкончики и прочие чепухнёвины. Крыши вот по этой траектории пошли наверх. Вот по этой. Их переграждают горизонталики всяких там бойниц этих локон накрышных. Логично? Логично? А ну, да? Ну, может быть, я здесь переборщил. Я бы даже не делала так высоко. Может быть, да, срубим. Она вот здесь, как на середине. Хорошо, хорошо. Может быть, и срубим. Ну, да. Вот эти темноты очень хотят появиться. Очень хотят появиться вот эти теневые темноты. Вкусно? Да. Продолжаем. Ты понимаешь? Вместо тяжелого изнурительного вырисовывания... Спасибо. Учимся в таком духе. Достаточно хулиганской технологии появится вот такая жалкенькая, то это будет одно другому мешать. Поэтому работаешь прицельно, так, чтобы о жалкости не могли никто ничего сказать. То есть, никакой жалкости здесь не должно быть. То есть, прицелилась, поставила мазок. И никаких немощей вот этих. Прицелилась, поставила. Вот такие должны быть звуки. Вот такие. Вот такие. Вот такие. Поняла? Никаких этих уси-пусей. Ну, на палитре, как всегда, у тебя уже в традицию вошло. Там порядка нет, и это плохо. То есть, пилила должны появиться раз. Место, хоть какое-нибудь, для чистого цвета должно появиться два. Ну, для какого-то цвета, который не участвует в этой каше, у тебя пока нет ни того, ни другого. Понятно, почему здесь так? Да, он глупит. И свет как бы клубится над этим всем, да? Жестикуляция. Никаких жалобных проявлений. Худее. Они гораздо худее. Все очень худые. Все эти. Оконца. Трубы. Трубы. Оконца. Все очень худые. Должны быть. Такой воденький. Ты видела? Это были прикосновения с одного раза. Не чуть-чуть, а с одного раза. Без жалкости. Как же нужно это опыта иметь? Нет. Надо просто прицельно работать в данном случае. Просто не позволить себе работать жалобно. Прицелилась. Поставила. Прицелилась. Поставила. И когда с ними это происходит, они берут большую кисть и начинают работать большими прикосновениями, чтобы выбить из себя мелочность эту. Логично? То есть переходишь на мащагу. Не-не-не, это не оправдание. Вообще не оправдание. Человек может сделать поступок вполне. Сейчас пока тут сырая краска, здесь бы насадить какого-то содержания. Каких-то балкончиков. Ты понимаешь? Вот потай здесь. Чуть-чуть узнаваемые архитектурные проявления. Размак крыльев должен быть аж такой. Ты понимаешь? Вот она архитектура понеслась туда вдаль. Ты понимаешь? Да. Ты понимаешь? Сложно всё превратиться в поступки. Да. Вот здесь мы пока поковыряемся. Чуть-чуть поковыряемся здесь. А там не ковыряемся. Иначе всё это придётся вырисовывать, а у нас нет ни времени на это, ни опыта вырисовывания. Ладно? Да, вырисовывать ужасно. Вот эти светлые пятна, они не коричневые, они оранжевые, как ягодка на свет. Вот если взять виноградинку, посмотреть на свет, она вот так же оранжево, как эти ручки. То есть не коричневый, чумазый цвет, а наоборот яркий, нарядный, нарядный вот такой цветечек. У всех у них вот такой нарядный цветик. У девочки, у мамочки. Волосы. Будешь брать коричневый, красный, для достижения похожего тоже эффекта. Так, там у неё шляпка, да? Давай её сделаем более романтичной. У неё будут чуть длиннее волосы, чуть будут падать на плечи. Ну, чтобы она была не тетёхой, а чем-то таким. У девочки её красивый бирюзовый цвет одежды. У неё никакой. Но мы видим, что бирюзовый звучит красиво, да? Да. Сделаем тётеньке, поскольку она большое пятно, красивый цвет. А девочки уже, ну, какой-нибудь. Потому что девочка немного занимает место. Да. Так лучше, конечно, ярче. Ещё один важный элемент, который... Сейчас. Шляпку. У шляпки вот эти вот поля чуть-чуть светятся на макушках, да? Ещё один важный элемент. И ты под него возьмёшь кисть. А, ты уже взяла мелкие кисти несколько, да? Обязательно вот этот яркий свет, который за ними, с желтотой, с ранежелезной, вот так будет очерчивать. Очерчивать. И раздавать подробности какие-то там вдали. Вот такого сиятельного белого характера. То ли растения, то ли даже сама дымка. Дымка воздуха, освещенная светом. Есть там такое, да? Дымочка вот здесь внизу, они как будто в дымке. То есть не в такой белой, как вот эти ударчики на выпуклостях, а в такой мглистой дымке. Смотри, появляется засвеченность воздуха. И она красива, ты видишь, да? Вот эта засвеченность чуть-чуть красивая. Вот она. Вот она. Они как будто уходят в парообразное состояние. По-прежнему вот эти вот идея рыжих, прозрачных пятен. Дальняя фигурка чуть мельче. У нее светится макушечка. Она чуть ниже фигурка, потому что уже уходит в пространство. То есть она там дальше. Да? Мужчина. Вообще мы как бы смотрим обычно с высоты собственного роста. Для нас головы все на одном уровне. На разных уровнях для нас обычно сами фигуры. Но там мужская фигура как бы несколько ниже смотрится, чем ближняя фигура. Потому что явно чуть невысокого роста фотограф и высокого роста фигура вот эта вот была. Поэтому естественнее, чтобы мужская фигура была достаточно высока. И даже если она дальше, то голова ее почти на этом же уровне, а ноги соответственно дальше. Что-то понятно из того, что я произнес? Ну да, я надеюсь все. Значит свет вокруг, дым этот. Ну и сами фигурки. А чего ты ему рисуешь ноги расставленными, когда они у него собраны? Ну я не знаю. Вот есть у этого объяснение? Нету. Не знаю, так получилось. Мастихином можно некоторые вещи попридавливать для того, чтобы они не были сильно волосатыми по фактуре. Так, акадмии. Красные. Сюда это. Так. 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 Не обязательно прямо вырисовывать Иногда достаточно просто создать пятно И посмотреть, что с ним сделать Ну, скажем, вот это вот пятно мальчика Оно вот какое-то вот такое С ногами выстроенными в одну линию С ярким светом на его макушечке Спасибо 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 Бело Белость света не бела Но где-то рыжий разбел Где-то желтый разбел И вот он наступает на ступени И мы начинаем понимать, что там происходит И даже если не начинается И мы начинаем понимать Нам все равно фигура его движения любопытна Мы начинаем думать, что там, что с его фигурой А когда это просто стоящий вот так человек То действительно возникает Что он делает А когда есть какой-то излом Тогда он нам любопытен Вернее так мы понимаем, что он там Ну Только может писать так А так он вот шаг сделал какой-то Чуть-чуть Мы все можем разглядеть Поэтому Если ты видишь, что ноги сомкнуты Так надо рисовать сомкнутыми Тетехи ходят вот так С сумками, с детьми и со всеми Элегантные женщины ходят Ну это так на будущее Чтобы ты знал, когда ты будешь рисовать фигурки Они ходят в одну линию Как по подиуму Поэтому вместо вот этого опять человека С расставленными ногами Рисуем человека с собранными ногами И тогда у нас появляется приятная фигура Там платье длину определишь Сейчас может быть она Даже приподняла ножку переднюю Для шага Прикольно так? И все равно нет прозрачности Ягодности нет Вот такая она должна быть Аж горящая Ты понимаешь? Ну тогда она является освещенная солнцем Горящая Давай так Тень как на руке сделать? Фиолетовую или синюю? Ну она же не совсем Ты хочешь все в подробностях срисовать? Лучше нарисуй ягодки вот такие Ягодки Вторую руку тоже ярко сделать? Ну конечно Ну вот этот коричневый Он вообще не в дугу То есть она должна Там солнце И оно все вот такое Рыжее На свету Вообще вот такие яркости Желтый с белым На свету Там где-то на плечике На шапочке Сейчас на шапочке Прибавляю желтый И она у нас в прекрасной шляпке И ноги Смотри еще Внимательно смотри Что ты рисуешь Если дядьку с расставленными ногами нормально Ну кстати второго в шортах лучше уже не рисовать Это уже перебор будет Ну его прорисовывать не обязательно Ну так Нет просто в шортах не надо Пусть у него будут нормальные штаны Такой тальяшка У девочки что белым пятном смотрится? Ну да наверное да Ну а чем она смотрится? Нет Это вообще Наверное волосы даже раз больше Ну а шляпка белое пятно или не белое все-таки? Ну не белое По краям пока белое А вот вокруг девочки бело да? Да По краям белое Значит наврухало? Наврухало Вокруг девочки бело Можно чуть-чуть и вокруг мамочки подсунуть свет Из-под теневой Дядька хороший Очень симпатичный дядька Только ноги у него светлые Оно конечно хорошо чтобы светлые джинсы Вернее светлая одежда была у мужчины в такую погоду Но нам не выгодно Нам выгодно чтобы ноги Хоть какие-то пятна создавали и черный каркас картины Поэтому Ну да так как-то более выразительно Ну да так как-то более выразительно Восстанавливаем Сетерина И Щасотища Знаете И Часотища Тихо Тихо Струб Соцентиля Ну Следующий Сайти Ягодка на свет не стала для тебя актуальной. Ты понимаешь, ты же делаешь их серыми, то есть их можно чуть-чуть снабдить сединой разбела. Но вот эта идея ягодки, ну хоть как-то должна мигнуть. Тогда мы показываем, что свет пылает. А так непонятно, что происходит. Вот эти дали рефлекс на штанину. Продолжение следует... Седину можно, но она должна в сочетании быть с этим ярким светом. С этим ярким оранжевым. Вот когда оно вместе, смотри, оно прозрачно. Хотя я немножко приубрал. Просто я хотел, чтобы ты все-таки вошла во вкус этой идеи ягодки на свет. Потому что если не войдешь, то будет очень скучное изображение. А так они будут нарядными, солнечными. То есть лучше преувеличенная рыжесть, чем недобранная, чем серость вот такая. Не выгодно. Вот выгодно, чтобы люди аж были прозрачными. Вот где они будут седенькими. Вот здесь никакой ягодки на свет не будет. Потому что там и света нет такого. Так, платьице девочки можно сделать розовеньким. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая большая и маленькая из одного лукошка Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok А где у тебя фотографии? А у меня их нету А в голове только? В голове, да Ну ты смелый человек Надо было полистать Тут видим не можем нарисовать? А ты хочешь от фонаря? Не, 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 это вообще не делается Ну они со стеклом Их там не видно Ну что, ну что, совсем мутно Как раз их-то как раз бы чуть-чуть бы до прорисовать У меня есть мобильные фотографии Ну, хотя бы А давай я ему бороду нарисую Да, он был у меня был О, какой хороший Забавный Капитан такой Так, в кепке Так ты что? Только рукой надо рисовать Ну тебе следовало поискать мужчин В контексте кафе Да, ну может быть что-то еще Бутылку, например Да при чем тут бутылка? Нам мужчинам нужны Ну или там Это парочка нужна Нам нужны стулья какие-то Да То есть ты не подготовилась к этой задаче К выполнению этой задачи Да где, где, вот где стул? Я вижу вот эту дужку Но это слишком мало Ну и что это? Ну, если тебе в этом смысле достаточно такого Конечно можно Художники, если ты помнишь Ходят на натуру Да? Да, в кафе, например Делают наброски Чтобы такую картину Сделать содержателем А ты, вот сейчас я там То и все И готово Это я к тому, что А ведь я тебя предупреждал Что нужно Содержание Вот смотри Вместо седого света Я кладу рыжий Здесь седой А здесь Как в помещении И прилично Рыжий Логично? На шее этот же свет То есть Раз у нас нет натуры Пробуем рассуждать Свет тень Но рассуждать цвет тень Конечно, это тяжеловато Для неопытного изобразителя Я его ловила И они крупноваты Да нет Они должны быть Вот такими Как эта фигурка Они там в глубине Мне кажется Если здесь Пустите Ну Можно, конечно Натурно Мне кажется Что Мне даже казалось Что не надо Нет Аня, крупноватая Ну ладно Раз С этим согласна Будем делать Столик Который их заграждает Да? Да Торец Столика Можно вот эти пальцы Попытаться изобразить Рыженького цвета Коричнево-рыженький Столик Тоже с блеском Мач Но Который Анатолigh Анатолий Может быть Манжетик. 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 Мы с этим покончим. Ага. Спасибо. Бутылочка. Тенечка. От бутылочки. Этикетка. Ну давай второго. Бутылочка. 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 Продолжение следует...